ровно 55 лет назад завершились съемки знаменитого фильма кавказская пленница как оказалось режиссер леонид гайдай очень долго не мог определиться с исполнительницей главной роли он отсмотрел более 500 актрис в том числе профессиональных однако ни одна из них не соответствовала в полной степени образу нины удивлению многих членов съемочной группы в итоге на роль утвердили 19-летнюю артистку цирка у которой до этого не было сколько-нибудь значительного киношного опыта на тех пробных фотографиях я странная и смешная волосы подкручены глаза гримерша мне немножко подтянула заплела маленькие косички на висках и туго стянула их на затылке чтобы они казались более раскосыми мне же нужно было выглядеть как восточная красавица потом конечно мы от всех подобных ухищрений отказались со смехом вспоминает наталья владимировна по словам звезды гайдай сразу же обратил на нее внимание на пробах он устроил наталья небольшое испытание спросив готова ли она появится перед камерой в купальнике согласно сюжету в одном из эпизодов ни на должна была предстать перед зрителями именно в таком виде варлей не только ответила утвердительно но и решила доказать свою готовность на практике выйди перед леонидом и овичем в купальнике вызывает некоторое удивление и у съемочной группы и у гайдая мол как-то легко девушка согласилась раздеться они не учли что я работаю в цирке и купальник по сути моя цирковая униформа позже гайдай мне рассказал что эпизод с купальником прибавил очков в мою пользу так как был воспринят как свобода раскрепощенность перед камерой рассказала варлей которую цитирует газета собеседник ради съемок девушки пришлось пойти на серьезные жертвы на 10 сантиметров укоротить волосы которыми варлей очень дорожило короткая коре с которым наталья в итоге появляется в кадре воодушевила гайдая однако не понравилось ей самой однако в итоге варлей задала тренд и многие девушки в советском союзе после выхода картины на экраны стали стричься именно таким образом